здравствуйте дорогие девушки меня зовут жанна санджак я визажист мне 47 лет зачем я это говорю просто достаточно часто сейчас можно встретить различные статьи где различные паблики говорят о том что вот посмотрите что очень важно для того чтобы выглядеть хорошо это нужно делать процедуры и фотографии звезд вот она до вот она после и что все в мире просто абсолютно используют инъекционную косметологию поэтому и вам надо и кучу примеров как это выглядит и вот недавно буквально тоже мне прилетело что жанна а что вот вы говорите что вы за натуральную красоту а сами используете ботекс и филлеры я грыз чего вы это взяли кино сразу же видно так вот как это видно давайте разберемся так как я работаю визажистом я постоянно делаю фотографии у меня достаточно много съемок я так как знаете очень много обращаю внимание на детали в данном случае когда касается макияжа и макияж действительно имеет просто фантастическую роли в плане подчеркивания достоинств и скрытие недостатков с помощью макияжа можно сделать менее заметными носогубные складки сделать меньше нижнюю часть лица раскрыть глаза скорректировать нависшее веко и так далее есть очень много различных техник и иллюзий которые очень круто работают и в итоге до и после может она получить потрясающий вариант но при этом еще для того чтобы это продемонстрировать нужно же сделать фотографию так вот фотографию как делают или видео снимать большое значение как будет выглядеть ваше лицо имеет освещение я хочу вам небольшой эксперимент я сейчас возьму камеру и не буду даже выключать ее похожу немножко по помещению и покажу как можно сделать эффект ботокса как можно создать иллюзию что что-то там опустилась как можно опять помолодеть постареть это все будет зависеть от того какой свет и свет может очень здорово подчеркнуть фактуру что значит фактуру фактуру это кожа вот сейчас у меня очень хорошее освещение и даже если я камеру буду приближать достаточно близко и покажу вам до фильтров здесь нету соответственно можно увидеть вот у меня и поры и какая кожа да есть ли рельеф есть конечно но он такой незначительный и чуть-чуть камеру подальше ставлю уже хорошо я сейчас немножечко похожу по помещению и смотрите что происходит как можно постареть буквально за пару секунд и тот же за пару секунд омолодиться и вот как раз это и есть та ложная информация на которую мы чаще всего обращаем внимание и воспринимаем ее за чистую монету и так значит я меня положение сейчас у меня свет очень хороший и вот так секундочку немножечко я подхожу к источнику света который более яркий и достаточно близко перед тем как начинать съемку я припудрила лицо плюс еще у меня лицо имеет склонность кожи точнее к сухости поэтому у меня блеск кому практически не бывает посмотрите что здесь при таком освещение у меня жирная кожа у меня достаточно крупные поры и так как блик падает вот на эту немножечко объемную часть то более ярко выражены носогубки и если я сделаю слегка боковое освещение смотрите очень круто меняются пропорции лица и посмотрите как усиливается вот эти линии и вот тут мне как раз гаража на у вас филлер потек хорошо да ладно вот здесь филлер потек так я возвращаюсь на свое место которое только что у меня было а вот здесь я только что его поставила на место видите и уже нету такого эффекта так двигаемся дальше следующий источник света тоже посмотрите пожалуйста боковой свет он очень коварный он может вытащить то чего у вас нету посмотрите на пропорции лица у меня но стал в два раза больше он стал более кривой опять же очень здорово проявились вот эти боковые складки появилась отечность макияж стал менее интенсивный даже я бы сказал такой бледненький рисунок тени ушел но то что брови тоже по цвету видно да что здесь брови осветлее тут темнее вот какое искажение так меняюсь вот тут уже получше так теперь я подойду вот сюда за источником света вот осталось немножко отечность но лицо выглядит более ровным так поворачиваюсь и вот он здесь вообще прекрасно видите очень хорошо выглядит лицо прям помолодела опять сделала круговую подтяжку веки подтянула все замечательно так идем дальше дневной свет давайте посмотрим как лицо выглядит при дневном свете дневной свет он тоже в какой-то степени жесткий смотря какая погода сейчас пасмурно на улице но свет достаточно хороший поэтому при пасмурной погоде не вытаскивает так сильно рельеф кожи так меняем дальше видите сколько тонкостей так вот тут опять то отечная то не отечная вот хороший очень свет посмотрите да вообще все разгладилась и и прямо макияж более интенсивный стал совсем все по-другому так теперь хочу показать про коварный свет потолочный так один источник выключаю второй источник так это я включаю сейчас отодвину чтобы было более реалистично этот свет я убираю вот теперь потолочный и пожалуйста вы можете делать макияж сколько угодно стараться все это вытаскивать но вот сейчас в данном случае потолочный свет посмотрите видите что получается да что очень сильно ярко выражена отечность я сейчас не отечная но при таком освещении любой человек будет выглядеть отечным все сразу же постарела и вот когда например вы делаете макияж или сделали фото и кому-то отправили и кто смотрит о и жанка то как постарела того у да 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 года идут года идут а потом раз вы делаете фотографию немножечко другую а здесь так а тут понятно но ясно явно что все сделала с лицом смотрите выглядит очень хорошо ну понятно да вот так вот вот так вот быстренько все меняется к чему это я сейчас я возвращаю свет который я люблю и который скажем ну на мой взгляд он более реалистичный понятно что мы можем выглядеть при любом освещении по-разному и мы не сможем никогда контролировать где какой свет пришли в ресторан там один вышли в коридор там другой зашли в туалет там 3 10 и так далее но к чему весь мой посыл этого видео к тому что мы можем делать ложные выводы по поводу того что другие женщины все постоянно что-то делают и когда мы смотрим вот эти фотографии до и после а если это я еще с макияжем а если я сейчас мой макияж и сделаю фотографию до при самом худшем освещении и после при хорошем освещении и уже с макияжем это вообще будет до неузнаваемости два разных человека и вот тут вот есть некая западняк когда вы не в этой сфере не работаете и не понимаете вот этих тонких моментов вам точно будет казаться что все вокруг делают инъекции пластику и так далее и что если у вас есть такие возможности вы тоже думаете а почему бы мне не сделать а если нет возможности то тогда вы будете думать ну понятно мне красиво никогда не стать вон у них деньги есть поэтому они это делают а мне нету денег столько поэтому я не могу себе позволить соответственно я буду жить страшной старой так вот самое главное можно знать секреты и макияжа и освещение когда вы правильно все это используете вы будете себе нравится с макияжем без макияжа вы всегда будете выглядеть хорошо что касается например освещение в доме там где вы живете в квартире можно вот таким образом выстроить что у вас в итоге получится чтобы даже без макияжа выглядите хорошо вот такие вот всякие секретики я рассказываю на своем курсе уже многие кто прошел знают поэтому многие уже говорят что там изменила освещение все теперь незначительно проще смотреть на себя в зеркало нет вот этой депрессии там и так далее какой совет значит если вы пришли в ресторан вы выглядите хорошо вы там с подругами с друзьями веселитесь вы хотите естественно на этих эмоциях сделать хорошее фото начинать фотографировать из понимать что выглядите ужасно потому что там такое освещение что вы ну просто день и ночь по сравнению с тем что вы смотрите на себя в зеркало цифровая камера который мы сейчас пользуемся в телефонах она очень чувствительна и она очень здорово детализирует абсолютно все то есть можно на цифровой камере сфотографировать муху и почти посчитать сколько у нее на одной лапке пальчиков то есть вот до такой степени понимаете камера вытаскивает детали это что не видит человеческий глаз камера увидит поэтому очень важно понимать когда фотографируетесь где источник света чтобы она хотя бы не искажало лицо по сравнению с тем что есть на самом деле значит как необходимо делать фотографию вы находите там где есть источник света смотрите лицо на свет например свет там да где-то наверху лицом поворачивайтесь там две три два три человека к этому источнику света и камеру держите повыше то есть не на уровне лица а тем более не ниже вот так вот не делаем потому что так будет совсем другая фотография особенно девушки у кого плохое зрение нужно нажать нужно посмотреть и вот так вот и вот так вот фотографирует и в итоге конечно лицо получается мне не такое симпатичное поэтому значит камеру поднимаем смотрим немножечко наверх и фотографируем когда фотографируете не пальчиком вот здесь а на боковой кнопки телефона или на верхней или на нижней она работает как как и как это называется ну как кнопка для фотографирования и вы тогда вам будет удобно вы просто пальцем вот так вот нажимаете и все и у вас делается фотография это очень удобно когда сидите в ресторане попросите чтобы вам поставили свечи на стол свечи будут освещать лицо будет очень хороший свет мягкие которые сделать лицо тоже более симпатичным вот девушки я надеюсь что немножечко вам стало понятнее вы не будете теперь комплексовать и депрессовать по поводу того как вы выглядите на фотографиях потому что во многом действительно здесь есть искажение еще я советую как я лично делаю если вы понимаете что там такой свет там где вы хотите сделать фото он просто жуткий я использую фотошоп да и фотошоп я использую так чтобы просто выровнять рельеф лица то есть я не использую фотошоп чтобы например увеличить губы или сделать там меньше нос или как-то увеличить глаза я стараюсь вообще не у не менять свои пропорции а просто как будто бы чуть-чуть шлифую кожу все и таким образом получается хорошее фото вот потому что потом пройдет 10-15 лет вы будете с удовольствием смотреть на свои фотографии и восхищаться какая какие у вас были замечательные моменты в жизни девочки спасибо за внимание напишите пожалуйста был ли у вас коварный опыт с этими фотографиями когда вы просто себя не узнали вот и знаете ли вы теперь как можно сделать фотографию более удачной какими может быть вы программами пользуетесь почему повод появились сейчас сеть программы фотошопа потому что опять же камера она вытаскивает то что нам не видно человеческим глазом поэтому все эти программы они создают эффект блюра а что такое эффект блюра это немножечко такое легкое размытие как будто будет сделать кожу более гладенькой ровной и в макияже уже даже на этот счет появились средства которые так и называются блюр блюр это то средство сейчас я вам покажу которая создает эффект разглаживающий то есть вы наносите такое средство на кожу например вот это у меня лора мерсье это тут так и написано блю ринг блю ринг вы наносите на кожу под тональный крем и у вас кожа становится более гладкая как бы эффект легкого фотошопа сверху тональный крем пудру и у вас личка более ровненькая красивая девочки спасибо за внимание до новых встреч